Доброе утро, друзья! Это программа «Женетс Сегодня». Мы, как обычно, обсуждаем главные события цифрового пространства, мобильного веба, интернета, дополненной реальности и всего того, что входит сегодня в это понятие. Широкое включает в себя высокие технологии, но сегодня выпуск необычный. Сегодня, вместе с моим собеседником, который в сравнении с обычными выпусками тоже сегодня един, он не раздвоен, как это бывает обычно, а с двое. Двадцать двое экспертов, приглашенных выпуск, у нас сегодня один. Поскольку разговор будет такой серьезный тет-а-тет. Мы с моим собеседником будем обсуждать главные события не недели, как это обычно, а года. Последних 365 дней 2012 года события, связанные с всем, что было прежде названо, и те события, которые реально повлияли на нас с вами, и будут иметь продолжение, как нам кажется, в наступающем году. Но, впрочем, мы, в общем-то, как мы думаем, и дальше вполне возможно. Чтобы вас не томить, я скажу коротко представлю моего собеседника. Сегодня у нас в гостях Алексей Басов. Приветствую, Алексей. Приветствую. Я сделал паузу в сравнении с обычным представлением перед тем, как обозначить твои регалии, поскольку ты буквально незадолго до нашего разговора снова оказался на свободных хлебах. Ты ушел с должности вице-президента Мэлору Групп. Значит, ну, так, чтобы было понятно коротко, скажу, что ты известный интернет-деятель, сооснователь нескольких интернет-компаний, венчурный инвестор. Ну, вот ты в прошлом менеджер, гендиректор Бегун компании и экс-вице-президент Мэлору Групп, как уже было сказано. Звучит неплохо. Да. В общем, длинный список. В будущем постараюсь его говорить более коротко, когда буду представить о тебе вновь. Значит, итак, мы сегодня обсуждаем итоги года, Алексей. Какие у тебя впечатления? Насколько тебе показался этот год бурным, возможно, в чем-то симптоматичным, в чем тогда, если так, ну и так далее? Год был невероятный. Честно говоря, я эту фразу говорю каждый год, в том числе и на твоих программах, но здесь в этот раз я искренен, как никогда. Такого количества событий, причем в самых разных сферах, инвестиционно-финансовой, железно-платформенно-операционной, просто на российском локальном рынке. Такое количество событий, игроков, политической, опять-таки, сферы, что совершенно не представляю, как мы охватим это в одном коротком разговоре, но давай попробуем. Мы попробуем, да. Но единственное, что вот я добавлю, ты хорошо привел, хорошо указал на то, что было большое количество событий. Мне понравилось сравнение года, как, знаешь, такого некого этапа в компьютерной игре. У нас же высокие технологии. Так вот там, в играх стратегических, там, когда идешь, чем дальше, то вот на схеме ты это черное пространство, которое прежде всего не видишь, оно становится очевидным. То есть то, что дальше далеко, ты еще не замечаешь. Туман войны это называется. Ну да, туман войны, он рассеивается постепенно. Так вот, мне кажется, в очень большом количестве моментов этот туман у нас рассеялся. То, как дальше будут развиваться эти вот экосистемы, Google, Facebook, Microsoft, куда они смотрят, то, как они будут взаимодействовать, вот эти вот обострились какие-то конфликтные ситуации или предконфликтные ситуации, конкурентного характера и так далее. Вот они, мне кажется, стали пронзительно ясными в целом ряде моментов. Мне кажется, это отличная идеология и аналогия, да. То, что когда я пытался подвести такие внутренние итоги года, у меня было очень похожее впечатление. Буквально год назад совершенно непонятно было, как будут развиваться социальные сети, платформы, устройства, какие игроки будут формировать рынок будущего. Сейчас это более-менее ясно. Ну да. Хорошо. Мы будем говорить об этом, собственно говоря, в ближайшие, получается, 60 минут или почти 60 минут. А сейчас первая новость, которую мы попытаемся как-то коротко продискутировать и сделать с нее какие-то выводы вместе с гостем этой программы Алексеем Басовым. Я предлагаю послушать ее. Начало года заменовалось активными выступлениями ряда крупных интернет-ресурсов против антипиратского законопроекта СОПа и законопроекта по защите интеллектуальной собственности ПИПа. Помимо интернет-энциклопедии Википедия, которая на сутки прекратила свою работу, в цифровой забастовке приняли участие такие интернет-ресурсы, как популярные новостные соцмедиа Reddit, сервис электронных объявлений Крэйлист. Информацию об акции протеста разместили у себя более 7 тысяч сайтов. Из-за волны недовольств законопроектами их рассмотрение палатой представителей Конгресса США и Сенатом отложено на неопределенный срок. Сообщается, что на одной только Википедии информацию о том, почему СОПа и ПИПа – это плохо, кроме того, что у них названия смешные, прочли сотни миллионов человек. В общем, получается, что американская общественность смогла остановить внедрение цензуры в интернете, по крайней мере, пока что, а мы – нет. Ну, насчет нас мы еще обсудим. Ну, мы поговорим отдельно, да. Ну, вот по поводу американцев. Ты считаешь, это была победа демократии, или это лоббисты одни продавили других лоббистов? Я думаю так, что консолидация крупных и не очень интернет-компаний смогли действительно оперативно отреагировать на законодательные изменения, формируемые, безусловно, лоббистскими группами. Изменения, которые способны были повредить фундаментальному преимуществу, которое дает интернет просто на уровне цивилизации – свободе самовыражения людей, свободе их формирования и размещения контента. Это та ошибка, которая могла стать фатальной для идеологии развития интернета как такового. И здорово, что открытая прозрачная позиция целого ряда компаний была услышана, и государство, несмотря на понятное желание заурегулировать все, что только можно на основании неких консервативных предыдущих каких-то схем и моделей, в том числе в отношении авторского права, государство услышало бизнес-сообщество и нашло в себе силы отказаться от подобной инициативы. Это отличный пример для многих стран мира. Вспомнился анекдот. Зарегулировать все, что движется, а все, что не движется, расшевелить и тоже зарегулировать. Вот это вот действительно во многом про государство некоторых стран, в смысле про правительство некоторых стран, в том числе отчасти и наше. Но получается, что онлайн-среда и отрасль, как таковая, вот тут лучшие ее представители, мы считаем, что, по крайней мере, в данном случае выступили они с лучших сторон, они просто как некую неестественную часть отринули собственного организма вот эти внедряющиеся когти цензуры, если можно выразиться. Ну, я бы не называл это так когтями. Это сложная дискуссионная проблема. Как жить в постиндустриальном, в информационном обществе самому понятию интеллектуального права? Как ему быть представленным в области, в среде, где любой продукт, любой контент может быть скопирован, отцитирован, модифицирован миллионами людей буквально за секунды? Тут нет очередного решения. Чего прежде не было даже близко никогда. Конечно. И с появлением массовых сервисов, позволяющих это делать, которым не так много времени, которым не больше пяти лет, я думаю. Эта проблема настолько обострилась, что понятно, что круг интересантов, пытающихся этот вопрос как-то решить, он колоссален. И, безусловно, это борьба разных лоббистских групп. Но я почему-то на стороне тех, кто помимо собственных интересов, безусловно, и финансовых, я имею в виду крупных интернет-компаний, они еще отстаивают интересы отрасли как таковой. Отрасли, которая влияет на цивилизацию. Хорошо. Мы продолжим говорить о событиях года через несколько мгновений. Мы продолжаем в программе «Рунад сегодня» говорить о главных событиях, уходящего до 2012 года, вместе с Алексеем Басовым, интернет-деятелем, экс-вице-президентом «Мэллору Групп», экс-гендиректором компании «Бегун» и венчурным инвестором. Алексей, еще раз приветствую тебя. Приветствую. Значит, очередная новость, которую мы хотели бы обсудить, это рассказ о том, что для предотвращения фальсификации на выборах президента России, которые проводились в начале марта, все избирательные участки были охвачены системой видеомониторинга. Веб-камеры были установлены на более чем 91 тысячи участков. Следить за ходом голосования можно было при помощи сайта веб-выборы 2012. Поставщиковым услуг стал Ростелеком. На реализацию проекта было выделено 20 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов ушло на закупку оборудования, остальное на инфраструктуру. 7 миллиардов вложил Ростелеком, 13 миллиардов в государство. Предполагается, что затраты на выборы окупятся через 6-7 лет. Выглядело все это масштабно, как мы знаем. А нужно ли оно было, как ты считаешь? Конечно, нужно. Это один из удивительных кейсов, когда наша страна показала себя буквально на фронтире передовых технологий, в том числе и в политике. Это очень, кстати говоря, по-российски, мне кажется, работать в режиме мобилизации. То есть, сначала заниматься ерундой, а потом мобилизоваться и сделать пятилетку в 3 года. Это феноменально. IT-проектов такого масштаба за последние несколько лет я не припомню. Тем более, выполненных настолько блистательно. В целом, неплохо, согласен. Давай припомним, сколько там было времени у ребят. Всего, насколько я помню, с момента принятия решения до самих выборов прошло порядка 70 дней. При том, что они, во-первых, выпали на Новый год. А кроме того, там было огромное количество подрядчиков. Проект имел массу сложностей. От финансовых и технологических до просто кадрового голода. Пришлось задействовать более 20 тысяч, насколько я помню, специалистов по всей стране. И, несмотря на это, проект был выполнен в срок, он работал, он выдержал огромную нагрузку, пиковую нагрузку. Хотя напряжение было колоссальным. Я знаю многих ребят из нескольких компаний, которые участвовали в этом проекте. И люди, многие печально шутили, что на следующий день по окончании выборов, и мне нужно будет идти на работу, они поедут в какие-то места более отдаленные. Потому что никто не знал, насколько успешно все в итоге прошло. Ну, в итоге поехали по санаториям, наверное, потому что я полагаю, что работа была реально стахановская. Безусловно. Я, честно говоря, до конца не верил, что ребят получится. И восхищен совершенно искренне. Проект имел не только политическое значение, как некое знамя прозрачных выборов. Безусловно, он дал очень много тем точкам, которые раньше не были охвачены интернетом. Там проложили буквально тысячи новых линий связи. Но самое, знаешь, такое сентиментально-эмоциональное впечатление, которое я считал у очень многих, с кем я обсуждал этот момент, это ощущение единения страны. Каждый из нас наблюдал вот эти далекие какие-то городки и убеждался, что там тоже живут люди, похожие на нас. И эти люди смотрели на нас с той стороны. И вот это вот какое-то единение наций, мне кажется, это очень важное впечатление, ощущение, эмоция, которую пережила вся страна. Ну, я думаю, такое ощущение масштабности, скорее, то единение, может быть, особо не произошло, потому что в этот момент как раз, по крайней мере, Москву-то раз преодолевали по полной программе. Вот это вот с точки зрения общественно-политической. А вот ощущение того, что, боже мой, сколько же их этих вокруг соотечественников-то. Ну, соглашусь. Хорошо. Значит, ну и добавлю коротко о том, что в каждом участке было установлено по две камеры. В общем, они, в большинстве случаев, работали действительно. Что удивительно. Одна направлена на урну, другая для голосования, другая давала общий план помещения. Ну и параллельно вместе с этой системой веб-выборы был целый ряд еще проектов запущен. Типа твит-наблюдатель от журнала Forbes. Геолокационные сервисы выступали с отличными инициативами типа Росвыбора. Ну и так далее. Очередная новость, которую мы с Алексеем возьмем в спектр нашего внимания и попробуем как-то проанализировать. В начале весны корпорация Google представила сервис Google Play, призначенный для покупки и хранения цифрового контента. Он объединил магазин мобильных приложений Android Market, музыкальный сервис Google Music и каталог электронных книг Google eBook 100. Пользователь может получить доступ к Google Play с персонального компьютера, так и с мобильного устройства на базе оперативной системы Android. По сути, Google подсобрался, получается. Он агрегировал имеющиеся сервисы в один для того, чтобы маркетинговое это как-то дать понять. Он применил название Google Play. В общем, во многом сделал подобие Apple 100. Совершенно верно. Так. И мне кажется, что действительно событие достойно, чтобы попасть в наш прекрасный топ важнейших событий года, потому что стартовал, наверное, один из главнейших, а может быть, главный облачный сервис мира, который, наконец-то, для всех участников рынка показал, что появился игрок тот самый, который, наконец-то, объединит все устройства пользователя в рамках некой одной платформы. В рамках не Apple-платформы, так скажем. И не Apple-платформы, безусловно. До этого Apple уже это показал. Как красиво получилось, да, то, что когда-то в одном случае один игрок, в другом случае другой игрок показывает направление, и те тенденции, которые соответствуют резонации времени и его требованию, они мгновенно подхватываются и переосмысляются и реализуются другими игроками. Я думаю, насчет Apple-платформы никто не строил особенных иллюзий, потому что все-таки, несмотря на громкость этого бренда, профессионалы отслеживают просто долю смартфонов и долю операционной системы Apple iOS в мире. И она далеко не так велика, как кажется отсюда из Москвы пользователям айфонов. Ну, как, она не так велика, но все-таки имеет такое значение, и во многом она являлась, на мой взгляд, нужно дать ей должное таким вот прототипом для подобного рода систем в тюрьме компании, в том числе обсуждаемого нами Google Play. Ну, я бы даже не назвал это прототипом, это буквально новая революционная концепция, которая изменила мир. Но, как это часто бывает, вполне так может получиться, что все сливки достанутся не первооткрывателю, у которого сейчас, насколько помню, порядка 15% доля смартфонов, и порядка 3% просто доли телефонов в мире. Ну да. Ну, то есть в этом жесткая правда эволюция. Точно подмеченные идеи подхватываются, если не всеми, то многими, и эти многие могут иметь больше ресурсов, больше энергии, больше воли, и за счет этого оказаться впереди. Но для пользователей здесь есть еще один очень позитивный момент. Ясно, что Google не будет одинок. Ясно, что мир стал окончательно полярный, к нему будут присоединяться новые игроки, и будет острая жесткая конкуренция за пользователей. Значит, нас всех будут бомбардировать новыми решениями, инновациями, и скучно не будет ни пользователям, ни журналистам и аналитикам, которые будут следить за интригой. Ну да. Вообще впереди несколько лет, очевидно, еще весьма-весьма серьезных разборок с тем, что такое экосистемы, построенные Google, Apple, выстраиваемые Facebook, куда они движутся. Туда еще добавятся истории с дополненными реальностями, которые сейчас только начинают развиваться. И это, в общем, будет весьма интересная катавасия, которой мы станем свидетелями. Добавлю еще, что впереди еще развитие Google Play с точки зрения регионального. Google, в общем, не очень торопится, скажем, в Россию. И, например, нам, я имею в виду нам в России, пока недоступна, скажем, возможность приобрести на Google Play электронные книги, музыку и фильмы. Впрочем, мы не особо спешим покупать цифровой контент. Социальная сеть Facebook 18 мая вышла на IPO. Цена одной акции в ходе первичного размещения составила 38 долларов. Однако уже в первые дни торгов ценные бумаги в соцсети стали неуклонно обесцениваться, едва ли не ежедневно устанавливая новые ценовые минимумы. Аналитики связывают столь неудачное размещение на бирже с целым комплексом факторов, среди которых можно выделить завышенные ожидания акционеров, переоценку коммерческих возможностей Facebook, а также неумение соцсети монетизировать мобильный трафик. Однако, насказать последние месяцы, как мы знаем, Facebook постепенно отыгрывает позиции на бирже. Как бы ты оценивал биржевое, будущее ведущей соцсети мира, ну и вообще, как тебе она сегодня? Я думаю, что для акционеров и андерайтеров Facebook IPO было мега успешным. Люди все-таки получили за свои акции, ну просто максимум, который можно было представить, и даже чуточку больше. Однако для всех остальных участников этого грандиозного шоу мы увидели народное IPO в худшем смысле этого слова. Когда огромное количество условных американских домохозяек загоняло свои деньги на счета и покупало акции, точно так же... В припадке нистового энтузиазма, я бы сказал. Конечно. Точно так же, как когда-то они друг друга загоняли в аккаунты Facebook. И, безусловно, мы увидели очень тяжелый удар по инвестиционной привлекательности интернет-отрасли вообще, и не из-за каких-то фундаментальных причин, даже не из-за тех моментов, которые ты сейчас озвучил, вроде там низкой выручки от мобильной рекламы, а просто из-за жадности акционеров и андерайтеров, из-за слишком цинично структурированной сделки по выводу Facebook на IPO. Ну то есть надо было бы вводить дешевле? Конечно. Безусловно. Сейчас рынок более-менее справедливо пытается оценить этот бизнес, и, наверное, он стоит все-таки не 100 миллиардов, по крайней мере, на данный момент, как мы видим. То есть 20-30 долларов, 25-30 вот так вот. Слушай, я не берусь оценивать, я не аналитик на таком детальном уровне. Но что здесь нужно сказать, что несмотря ни на что, Facebook остается принципиально, чрезвычайно привлекательной компанией и вполне возможно следующим Google. Поэтому нет необходимости, на мой взгляд, отанализировать волатильность рынка и текущие такие детали этого ажиотажного спроса и падения акций Facebook. Важно, что эта компания может стать одним из фундаментальнейших инфраструктурных элементов интернета будущего. Ну, более того, я сказал бы, что она становится им уже, если не стала во многом. Потому что более глобальной сети с большими амбициями и возможностями нет. И, как мы понимаем, на текущем положении вещей сложно представить, кто бы мог это сделать. Но только Google Plus как-то заявляет под амбиции реально конкурировать лоб в лоб, но у него не очень получается пока. Нам не нужно смотреть на веб как таковой сейчас уже без своей операционки и без своих устройств. Наверное, веб уже представить будет невозможно. Именно поэтому я скорее думаю, что у Facebook все в будущем. Не опасаешь ли ты, если мы говорим об IPO, совсем два слова, у нас осталось немного времени, что вот эти вот сигналы биржи заставят Цукерберг и компанию принять неправильные решения. То есть необходимость как-то быстро показывать результаты, знаешь, что это совершенно другая история, когда ты находишься в публичном состоянии. Необходимость показывать результаты, она заставит его предполагать непопулярные шаги, которые уронят популярность, собственно говоря, сети. Я работал в двух компаниях, которые были эмитентами бирж иностранных. И, конечно, могу сказать, что такая деформация, она неминуема. Важно, чтобы на ключевых процессах бизнеса она все-таки не отражалась. И я думаю, что представители Facebook будут следовать именно этому пути. Будем надеяться. На входе он приобрел 16 миллиардов долларов. Вот в этом, в результате, размещения первичного, с чем мы его поздравим. И будем двигаться дальше. После инаугурации Владимира Путина был объявлен состав нового правительства Российской Федерации. Пост министра связи и массовой коммуникации занял 29-летний Николай Никифоров. Ранее он последовательно разнимал должности советника премьер-министра республики Татарстан по информационным технологиям, генерального директора Центра информационных технологий республики Татарстан, заместителя премьер-министра и министра информатизации и связи Татарстана. За годы его работы на этих постах регион вышел в лидеры по уровню развития высоких технологий. Новому министру сейчас уже 30 лет, но это всего 30 лет. В общем, даже для нормального молодого возраста IT-управленцев это довольно, в общем, юный молодой человек, учитывая ту высоту поста, которую он занял. Карьера его невероятно быстрая и внешне красивая. Что можно сказать сейчас о прошествии полугода о результатах работы министра? Можно ли вообще что-то сказать? Как ты считаешь? В тебе что-то было от Левитана, когда ты делал это представление. Советского шампанского. Точно. Мне кажется, что какие-то выводы объективные делать еще рано, все-таки полгода, для такого поста, это самое начало пути. Однако, я думаю, глядя на бэкграунд министра, я с ним лично не встречался, я встречался только за замминистра, глядя на бэкграунд, я верю, что его высокие рыночные компетенции, его опыт работы со всеми крупнейшими игроками рынка, сам факт, что он отраслевик, поможет нашей отрасли преодолеть многие кризисные вещи, вообще информационные отрасли, я имею в виду, включая телеком. И самое главное, самое такое большое ожидание, которое я с ним связываю сейчас, это то, что он сможет оградить нашу отрасль от каких-то неправомерных или чрезмерно агрессивных действий законодательства в области и государства, в области регулирования интернета. Знаешь, оградил бы от бестолковых, вот чем, мне кажется, большая проблема, то есть, когда теленные действия производятся как у слона в посудной лавке, по незнанию. Ну, знаешь, мне кажется, что несмотря на наличие всех рычагов и законодательных инструментов, которые уже есть, и министерство, и в его лице государство демонстрируют очень квалифицированный и взвешенный подход. Несмотря на некий журналистский фон, понятный для либерального такого интернет-сообщества, никаких серьезных ошибок мы не видели. Ну, у нас не Китай. Вот если ты об этом, это хорошо, действительно. Несомненно, это огромный плюс. А вот чтобы эту ситуацию подразъять немножко, не опасаешься ли ты, что, учитывая молодой возраст относительно, может оказаться не хватить компетенции просто воли, да, он оказывается в ситуации, где опытные аппаратчики начинают его, в том числе, кстати говоря, мне кажется, и троллить. В последнее время такие были сигнальчики. Знаешь, ну, я не так понимательно отслеживаю эту область. Я думаю, что интернет всех нас приучил, что молодые ребята способны совершить революционные прорывы в любой области, и возраст зачастую не является каким-то препятствием. Весь наш бизнес строится на том, что мы модернизируем устоявшиеся рынки, устоявшиеся бизнесы, и в случае с политикой аппаратчиков. Ну, в общем, надежды у нас на этот счет большие. Я думаю, что это поддержит любой представитель отрасли, поскольку смог на нарастание, дай бог, сможет во всей стране построить и настроить таким образом электронное правительство, чтобы оно эффективно работало и действительно позволяло, как хороший интернет-сервис, как хороший какой-нибудь мобильный проект, упростить жизнь, конечно, пользователя в нашем случае, это пользователь, это налогоплательщик, сделать ее удобнее, легче, понятнее, прозрачнее. Значит, ну, в качестве ситуации, под финал добавлю, цифру о том, что примерно 75% заявлений ЗАГС в Татарстане, вот, собственно, откуда выходец наш новый министр, подаются через интернет. Это рекордные показатели, и довольно высокие даже по миру, не только в России. Смотри, следующая новость, которую мы послушаем, как раз касается твоего еще недавнего места работы. Корпорация Мейнеру Групп в начале июня передала основателю, гендиректору социальной сети ВКонтакте, Павлу Дурову, доверенность на голосование своим 40-процентным пакетом акций в этом сервисе. Как подчеркивалось пресс-слези, на сайте компании ВКонтакте и Мейнер Групп договорились о координации и сотрудничестве в решении общих проблем, которые стоят перед российскими интернет-компаниями, а также о совместных действиях в условиях нарастающей глобальной конкуренции. То есть можно сказать, что ВКонтакте одержал моральную, стратегическую победу. Я бы сказал следующим образом. Конечно, очень важно, чтобы в таких компаниях операционное управление было в руках фаундеров, увлеченных, стратегически смотрящих в будущее. Вот интересный вопрос. В каких таких компаниях? Тех, которые могут оказать огромное влияние на рынок вообще. В этом случае для их успеха очень важна независимость. И эта независимость была продекларирована вот этим событиям, которые, в моем понимании, носят скорее некий пиар-характер. Нужно понимать, что и до этого в руках акционеров, фаундеров, тех, которые отстаивают независимость компании, ее курс на самостоятельную работу на рынке, был более чем контрольный пакет акций. И, в общем-то, никакой угрозы, в моем понимании, для их независимости не существовало. С другой стороны, важно понимать, что Mail.ru Group является крупнейшим миноритарным акционером данной компании. И без его решения и согласия не могут быть произведены какие-то действия, влияющие на структуру компании. Не может войти новый акционер. Я так подразумеваю, предполагаю, исходя из своего понимания, как структурирована эта сделка. Ну, если попросту была патовая ситуация, в которой Mail.ru имела почти 40% акции, то есть изрядную долю, но при этом не могла протокнуть практически ни одно решение и наталкивалась на активное противостояние со стороны ВКонтакте и лично Павла Дурова. С другой стороны, у него самого было весьма акций немного. Фактически он голосовал акциями своих соучредителей, которые давно вышли из операционного управления. Ну, наверное, так. Это мы с тобой предполагаем. Важно, что наконец-то закончился длинный такой журналистко-пиарный конфликт, и в операционных вопросах компания приобрела полную самостоятельность. При этом все-таки не нужно забывать, что Mail.ru Group сохраняет, несмотря, я уверен, ни на какие доверенности, заметное влияние на стратегию и на контроль структуры данной компании. А слышал о том, что говорят, что якобы с подачи Ивана Стришинского, управляющего активами Алишера Усманова, Mail.ru собирается теперь продать свою долю ВКонтакте, то есть поняв, что не прожать собственный пакет до контрольного, она решает сделать обратный ход. Я такого не слышал. Ну, будет интересно, если подобный разворот этой истории произойдет. Мне кажется, что очень похоже на то, что к тому может подойти. Mail.ru Group действительно реализовал за последнее время несколько своих активов, правда, небольших. Не знаю, насколько это видно на рынке. Но он, прежде всего, выходил из Groupon, из Zingy он выходил на западных рынках, я знаю. Он вышел с финансовых инвестиций, своих международных. Из Facebook он выходил, кстати. Да, половину пакета Mail.ru Group продал. Кроме того, существует хвост компаний DST-шных, то есть тех компаний, которые были переданы в Mail.ru Group фондам DST, когда это все преобразовывалось в Mail.ru Group, собственно. Ну да, в общем, происходит реструизация, и как оно сложится дальше, посмотрим. Однако, видимо, в ближайшее время ВКонтакте будет рулить его фаундер. Это крайне важная ситуация, потому что она затрагивает, так или иначе, больше 50 миллионов человек. Треть страны, так или иначе, вовлечены в эту историю. В этом году Государственная Дума приняла законопроект, предусматривающий изменения в законах о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и ряде других законодательных актов. Поправки предполагали создание единого реестра сайтов, запрещенным к распространению в России контентом. Ряд положений законопроекта вызвало критику со стороны интернет-сообщества, так русский сегмент интернет-эсклопедии Википедия в знак протеста на сутки приостановил свою работу. Несогласие с принимаемыми поправками также выразили блок-платформа LiveJournal, социальная сеть ВКонтакте, и другие онлайн-сервисы. Закон о черных списках сайтов вступил в силу в ноябре этого года. На последние месяцы, сколько было сказано об этом законе о черном списке сайтов, сколько копий было сломано, что впору нам было бы тут просто глубокомысленно помолчать и пойти дальше. Но это итоговая программа, нужно дать какую-то весомую, собственно, итоговую оценку. Вот нужен он был, этот реестр запрещенных сайтов, этот черный список или нет, Алексей? Давай пойдем немножко другим путем. Нужно понимать в целом, как относиться к этому событию. Мне кажется, что наша страна стала участником общемирового тренда, когда государства стали переоценивать роль интернета, стремительно возросшую за последние годы. Сейчас интернет оказывает настолько колоссальное влияние на общественно-политическую ситуацию в любой стране, что недооценивать просто наивно, что государство не будет пытаться как-то его заурегулировать. В то же время в большинстве законодательств рычаги влияния на интернет сильно отстают от его влияния на общество. Конечно, многие государства и в России, и в Америке, в других развитых странах государства пересматривают эти рычаги. Я думаю, что государство в первую очередь искренне стремится контролировать, даже не контролировать, а уничтожить какие-то явно деструктивные для общества области интернета. То, что, собственно, прозвучало в законе. При этом, наверное, никто и не скрывает, что государство хочет контролировать вещание в целом. И точно так же, как мы понимаем, что... В общем, посылки, они изначально, несомненно, созидательные, позитивные. Там же закрывают, что в этом реестре? Информацию для детей вредную с точки зрения пропаганды суицида, наркотиков и, собственно, детская порно. Несомненно. Другое дело, что все опасения вот этой либеральной общественности, они упираются в то, что сегодняшняя власть может использовать это как инструмент для закрытия совершенно другого характера проектов. Безусловно. Я думаю, что, возможно, это немножко странно звучит из моих уст, как представитель бизнес-сообщества интернетовского, это совершенно нормально. Интернет не имел никаких шансов оказаться таким островком, немаленьким, да, вседозвольности. Так не бывает. Государство может управлять вещанием на радио, даже в телевидении, может контролировать так или иначе мобильную связь. Совершенно естественно, что интернет попадет так или иначе и уже попал в эту область контроля. Однако, исключений здесь не будет. Однако, если ты помнишь, там была история, что закон был в последней буквально ночь изменен в результате некой электронной переписки в более такую либеральную, мягкую форму с более прозрачными правилами игры. Это означает, что государство пытается самостоятельно построить некую границу отсечения, задать себе правила игры для того, чтобы быть конструктивным в вопросах регулирования отрасли. Это очень хороший, в моем понимании, знак. Ну, хорошо. Будем надеяться, что и дальше государство использует рычаги влияния, которые, несомненно, будут втыкать в отрасль последовательно. Оно будет довольно, ну, или более-менее деликатно. Напомню, что реестр работает с 1 ноября. Сначала работы реестры было подано более 19 тысяч заявок. Несколько раз блокировались некоторые IP-адреса Google, других сайтов. Но, в общем, пока таких серьезных сбоев, катастрофических, не было, дай бог, и не будет. Корпорация Apple в сентябре представила новую модель своего смартфона. Гаджет, получивший название iPhone 5, полностью сделан из стекла и алюминия. А его корпус на 18 процентов тоньше и на 4 дюйма длиннее предшественника. 21 сентября устройство поступило в продажу в США и ряде других стран. В России новый iPhone стал официально продаваться в декабре. Несколько лет подряд каждый новый iPhone становился фактически новой вехой. Ну, так, и новой страницей, по крайней мере, развития мирового IT-бизнеса, не просто развития бизнес-линейки Apple. А насчет пятого поговаривают, что Apple уже не тот. Так ли это, Алексей? Скажи, какой у тебя телефон? У меня HTC One X. Ну, количество Apple в нашей передаче зашкаливает. Честно говоря, я не понимаю, почему не обсуждаем... У тебя тоже, кстати говоря. Конечно. Почему мы не обсуждаем какой-нибудь, знаешь, новый пылесос, фейслифтинг новой машины или изменения там скидочной политики... Теперь не знать, потому что Apple прекрасные маркетологи. Да, согласен. Ну, удивительно, как удалось загипнотизировать весь мир. Мы обсуждаем, что до 4, чего там дюйма, инча, что-то длиннее у кого-то, у Apple. Но в итоге... Не то, что должны обсуждаются два взрослых мужчины. Согласен. Важно понимать, на мой взгляд, что, несмотря на эту серьезную новость, пятая модель телефона представлена публике. По темпу и объему продаж Apple стремительно теряет позиции, вернее, растет не так быстро, как конкуренты. И биржи реагируют на это. Как мы знаем, случились в первых числа декабря такие вот звоночки, падение довольно заметное на бирже. Знаешь, когда компания существует десятки лет, звоночки перед концом года, когда кто-то хочет получить бонус или наоборот, как-то там подсократить портфель, на них можно не реагировать. Важно смотреть в целом на большие горизонты. И мне кажется, что Apple будет становиться все более-более нишевой компанией из-за закрытости. Мы уже видели этот кейс, открытые платформы всегда побеждают. И это не значит, что как бизнес Apple плохой бизнес. Я бы очень хотел быть 100% владельцем этой замечательной компании. У них все будет хорошо. Но влияние на массы, количество потребителей, я думаю, что будет сосредоточено в области андроида, который победит просто за счет того, что количество моделей, которые могут подойти большему количеству людей, опять-таки, существенно превосходят те вот эти несколько телефонов, которые производит Apple. и, соответственно, вариативность продуктов, вариативность моделей, она не... И скорость выпуска новых, скорость обновления, она не соизмерима. Фактически Apple находится в патовой ситуации, мне кажется, сейчас, потому что им либо противопоставлять вот этому распространению в народ андроида какой-то свой выход наружу, но это значит терять элитарность. Конечно. И все, на этом труба, потому что на потере элитарности они теряют своих апологетов, вот тех самых, которые носятся с идеей, что Apple это святей Папа Римского. Однако мы все помним прекрасный кейс, когда Mercedes выпустил A1, маленькую машинку размером, не знаю, чуть больше ведра. Все считали, что это убьет марку Mercedes. Однако этого не произошло. Возможно, Apple будет действительно двигаться в народ, чтобы противопоставить свою платформу глобальной, открытой платформе андроида. Возможно, просто случится следующее, и такое уже случалось в истории Apple, когда с уходом, в этот раз уже уходом навсегда Стива Джобса, он попытается расширять линейку, двигаться куда-то шире, стать настоящей корпорацией, не построенной по казарменному типу, как это случилось при Стиве Джобсе. Ну вот, и на этом очень сильно может рассеять свою сущность и в итоге потерять серьезно. Не знаю, сколько там, не разориться, конечно, но тем не менее. В общем, сложные у них времена сейчас я хочу начнем застриться. Тут еще интересный следующий момент. Интересно посмотреть на борьбу бизнесов, которые используют эти устройства для дистрибуции своих сервисов. В новом телефоне Google продолжил курс на выдавливание сервисов Google с себя и таким образом он поддерживает, ему нужно брать откуда-то карты, брать откуда-то другие сервисы. Вот понял, поживем, увидим. Продолжим наш разговор. У нас осталось еще два события и подведение окончательных итогов. Первое из них следующее. В начале октября корпорация Яндекс представила собственный браузер, созданный на базе движка веб-кита открытого исходного кода веб-опозревателя Chromium. Программа интегрирована с облачными сервисами компании, дает возможность вводить поисковые запросы прямо в адресную строку. Кроме того, в браузер встроены навигационные поисковые подсказки от сервисов Яндекса, программа-переводчик, а также технологии антидивистной защиты лаборатории Касперского. Браузер, программа доступа в интернет, один из главных способов для большого портала закрепить с собой пользователя. Насколько в этом успешен Яндекс, вообще, насколько ему удачно, как тебе кажется, получается строить свою экосистему, вот это вот модное нынче слово, свое объятие спрута для пользователя? Мне кажется, говорить о Яндексе, не вспоминая о его ближайшем конкуренции, основном Mail.ru, здесь не очень корректно, потому что компании используют примерно одни и те же инструменты, и обе выпустили браузер. У Mail.ru их даже сейчас два. Был браузер интернет, недавно появился замечательный социальный браузер Amiga. Это все красивый, интересный, достойный внимания фронт борьбы за пользователя, когда крупные игроки стремятся быть к пользователю настолько ближе, что вылезают из окна браузера, проникают к нему на десктоп, и стратегически, я думаю, они доберутся и до устройств, и до операционных систем. Доберутся до вашего мозга. Это точно. Понятно. одним словом, эти движения, они предсказуемы, Mail идет в том же направлении, это естественно, и то, и та компания, и другая будут разывать на базе браузера, ну и в ней, у предела, если возможно, различные сервисы, которые будут решать те или иные виртуальные потребности реального человека. совершенно верно. Если раньше все пытались привязать пользователя к порталу, буквально к адресу, потом пошла эпоха так называемых тулбарных войн, когда компании дистрибуцировали очень активно тулбары, устанавливающиеся в браузеры, сейчас эпоха браузеров, но в дальнейшем, поскольку у каждого портала существует прекрасный набор сервисов, таких как почта, календари, оболочки, там, не знаю, все эти сторы, например, Яндекс иногда запустил свой Яндекс.Тор, все это подготовка, я думаю, вполне созданная к выходу на новый фронт борьбы за пользователя, к созданию собственных операционок, например, на базе того же андроида, как, например, Яндекс, email делают на базе хромиума, то есть открытого года, кода, который использует в том числе и Google, свои браузеры. Ну и, в общем-то, это утаптывание фундамента для того, чтобы присмотреться к выходу на запад. Другие страны, ну, не взять на запад, другие страны, в принципе, что Яндекс уже делает, о чем Mail уже поговаривает. Mail делает точно так же. Недавно Mail объявил о своем бренде MyCom. Да-да. И совершенно красиво и внятно обозначил свои международные амбиции. Почему не включили этот рассказ? Просто потому, что еще он просто объявил, пока еще непонятно, а что за амбиции, где же он вынырнет с этим MyCom по-серьезски, помимо России. Я думаю, мы это увидим довольно скоро. Довольно скоро это еще в этом году? Посмотрим. Я понял тебя. Ну, хорошо. Значит, в общем, за неделю до презентации Яндекс браузера Mail.ru представила, напомню, браузер Amiga. И то, и другое работает на открытых движках. В общем, и то, и другое, и другой проект это способ закрепить с собой пользователя. Как это будет развиваться в дальнейшем, покажет время. Компания Microsoft представила новую версию операционной системы Windows. Программа получила название Windows 8, кардинально отличается от предыдущих версий своим интерфейсом, быстродействием, а также встроенными облачными сервисами корпорации Microsoft. Мне кажется, что сейчас у Microsoft включен режим все или ничего. Новая Windows 8, их перестройки в интернет-политике и прочее. Как тебе происходящее? Мне кажется, что наконец-то Microsoft ввязалась в битву за будущее. Какие-то мистические ограничения, компетенции не позволили Microsoft занять в интернете ту нишу, ту роль, достигнуть тех позиций, которые, в общем-то, могли бы ей соответствовать... Еще 10 лет назад. Это верно, да. В интернете у них не получилось, несмотря на огромный потенциал финансовый и человеческий. Колоссальный. И привязку к платформе. У них Internet Explorer как браузер работал по полной программе, сколько еще, по-моему, в 95-м году. Конечно, да. Это вот какая-то карма крупных компаний, которые не могут выйти за пределы своей компетенции. Это то, почему у Google не получилась пока, по крайней мере, большая социальная сеть. А у Facebook, например, поиск. Однако, я думаю, что вот эта область, она для Microsoft гораздо более привычна. Это операционная система и связь этой операционной системы с железом. Поэтому, я думаю, что Microsoft здесь может потягаться вполне в одной весовой категории с грандами этого рынка. Они сделали совершенно правильные разумные шаги. Они выпустили хорошую операционную систему, неплохой Store. Посмотрим, какой планшет. Не держал в руках, не читал обзоров. Но шаги верные. И то, что остается, в общем-то, Microsoft сделать, это правильно организовать политику продвижения этой связки продуктов в гиковской среде, а также взаимодействию с разработчиками, чтобы наполнить Store правильными приложениями. Да, напомню, что еще до презентации глава Microsoft Стив Баумер выступил с открытым письмом, в котором говорил о смене стратегии компании, о создании единой экосистемы для пользователей за счет облачных технологий и гаджетов с программами компании. То есть, они ясно указали, наша цель интернет, мы готовы и хотим бороться на равных и ясно с кем, да, Google, Facebook, Apple, кто еще там, Amazon может быть добавить в эту подборку, вот те глобальные корпорации, которые претендуют на личное время и деньги сегодняшнего пользователя по всему миру, вот туда еще встраивается Microsoft, отчасти забегая в уходящий поезд. Совершенно верно, но почему-то мне кажется, что в этот раз ему может удастся занять очень сильные позиции в этой А почему ты думаешь такой так громок хор скептиков? Ты слышал, наверное, тоже о том, что ой, Windows 8, какой ужас, ой, Microsoft никогда ничего не сделает. Знаешь, его можно смело игнорировать. Такой хор скептиков можно расслышать в любом шаге любой компании. Когда сделаешь что-то Google, Facebook, Яндекс, Mail.ru, можно расслышать этот комаридный писк точно так же. Иногда он сбывается, иногда нет. Ну, кроме всего, я в таких случаях вспоминаю о том, что сказать о том, что, ну, одним словом, ах, моська, знать, она сильна, да, то есть сказать, что, ну, Microsoft, что они могут? Ну, какое там, что они все, конечно, они все потеряли, и теперь им предстоит только дружно идти маршировать на кладбище всем советам директоров. Это заявление делает заявившего авторитетным. Здесь важно, здесь важно смотреть на продукты. Давайте посмотрим на продукты, и просто User Experience говорит о том, что это продукты хорошего мирового уровня. Ну, вроде пока сильно не жалуются, хотя есть большие претензии, вот из того, что я знаю лично, большие претензии к тому, что Touch Interface Windows 8, он стал непременным и обязательным. Вот это для меня большой вопрос. То есть, там необходимо трогать экран, и без этого порой говорят, я еще не использовал активно, я только пробовал, не был пользователем постоянным. Вот без этого говорят, там не обойтись. Мне кажется, это большой вопрос, и может быть ошибка стратегической. Если это заметная ошибка, то наверняка они как-то на нее быстро среагируют, потому что ты прав. Сейчас такой пиковый момент, когда Microsoft может оказаться в будущем, а может остаться в прошлом. Итак, мы проговорили десятку главных событий года по версии программы RUNET сегодня. Мы постарались объять главное, мы поставили их не в порядке важности, а просто в хронологическом порядке, для того, чтобы не умалять достоинства тех или иных компаний. Поскольку, если бы пытались мы расставить порядку, мы вообще все бы копья сточили в подготовке программы. Как тебе кажется, Алексей, какие из названных, а может быть, неназванных трендов будут особенно активно развиваться в будущем, в 2014 году? Подборка событий великолепная. Честно говоря, ни одно из событий не вызвало у меня такой, знаешь, скептической улыбки. Ну да, это там такое событие скорее журналистское, нежели чем реально рыночное. Это все большие эпохальные вещи, которые показывают всю важность этого года. Хочу верить, знаешь, почему это случилось? Потому что я не журналист, а только так рядом встал из любопытства будущей самой среды предпринимательской. Наверняка поэтому. Если же говорить о трендах, особенно выделять те, которые не очень-то были затронуты, надо провести какую-то оригинальность, я бы выделил то, что будет формировать следующие, наверное, годы, потому что это процессы, которые постепенно меняют сознание и компаний игроков рынка, и сознание потребителя, и вообще подход цивилизации к информационным процессам. Прежде всего, мы уже видим, я думаю, что это будет одним из основных таких маршевых линий развития технологий и сервисов, это стирание грани между устройствами, конвергенция устройств, когда каждый человек будет обвешан, что уже происходит, большим количеством взаимодействующих и синхронизирующихся через облачные сервисы устройств. У каждого городского жителя, ну, у многих технологичных городских жителей есть пара персональных компьютеров на работе дома, есть хороший телефон, есть планшет, все они используют одни и те же сервисы, скоро, надеюсь, появится телевизор. Проникновение интернета ТВ и ТВ в интернет, это, наверное, важный следующий тренд, который совершенно необходимо выделить, который может поменять наш способ потребления интернета еще раз. Как недавно мобильные технологии поменяли потребление интернета для большинства пользователей и я думаю, что веб, в общем-то, он под угрозой, он будет очень сильно сжиматься, а мобильный интернет, как ни странно, стремительно растет все эти годы и скоро интернет тот классический, который мы привыкли видеть за большим монитором с мышкой в руке, он будет восприниматься как что-то такое крайне нишевое. Ну да, в общем, в троллоге говорят, что все идет к тому, чтобы упрощать интерфейсы взаимодействия, постепенно эти интерфейсы, они перестают быть даже графическими, какими были последние 20 лет с момента появления их благодаря компании Apple, кстати говоря, тоже самое, и первым компьютером персональным, вот они будут становиться самым естественного характера, то есть, вот у тебя проекция в воздухе появилась чего-то, ты ее пальцем ткнул и случилось то, что ты пожелал, причем, возможно, так совсем уж, если далеко сходить, послав импулс мозгом, не симулировав это никак ни словами, никак иначе, то есть, все упрощается предельно. Это замечательная, очень интересная отдельная тема, какими будут интерфейсами, даже не будущего, а самого ближайшего будущего. То, что ты рассказал, импульсы мозга, подобные кепки уже есть, над ними идут эксперименты, и мне многие ребята рассказывают, что это прикольно работает, но эстетически выглядит пока странновато. Во многих телевизорах, которые уже продаются, существует камера, позволяющая управлять телевизорами просто жестами рук с распознаванием лица. Я думаю, что внедрение таких устройств в домохозяйство и подсоединение к интернету, повторюсь, изменит наше отношение с этой средой, и мы скоро увидим... Серьезнейшим образом, да. Скоро увидим новый скачок. В общем, вслед за классикой марсизма и лилизма можно сказать следующее. В интересное время живем товарищи. Это, кстати говоря, не шутка, вот реально, я так себе повторяю периодически, размышляя над тем, что происходит вокруг. Это была программа «РУДНОТ сегодня». С наступающим вас Новым Годом, друзья. Всего самого доброго. Услышимся вновь. Пока.